Ну, тема, понятно, бескрайняя абсолютно. Мы можем сегодня до вечера, наверное, обсуждать, если захочется. Нет, у вас всего 15 минут. Да, поэтому я попросил Евгения Цирановича прервать меня в момент превышения регламента. Естественно, мы должны вспомнить о том, что у нас поскоклеточный рак головы-шеи – это не такое глобальное целиковое понятие, а всё-таки различные локализации. И встаёт вопрос, что да, действительно, у нас есть прекрасный метод в руках лучевая терапия, есть хирургия на сегодняшний день. Мы видим, вот даже сегодняшний день, сегодня прекрасные доклады были, насколько, в общем-то, меняются подходы хирургические, в том числе для этих больных. И всё-таки стоит вопрос, насколько мы и когда мы должны применять химиотерапию, лучевую терапию, в какой последовательности, в каком объёме для этих пациентов. Ну, это то, что сегодня говорил Евгений Циранович, это о том, что у нас на протяжении многих лет, и не только у нас, это на самом деле происходит во многих странах мира, запущенные формы опухолей плоскоклеточного рака головы-шеи составляют практически 70% и более. И статистика эта не меняется на протяжении, там, десятилетий. То есть, всё равно пациенты будут приходить в запущенном виде к нам, несмотря на то, что мы будем развивать, там, и раннюю диагностику и прочее. Это, к сожалению, я думаю, что ближайший, там, год-два не решится далеко. Поэтому, единственное, у нас остаётся вопрос о том, что, да, действительно, эти опухоли чувствительны к лекарствам и к лучевому лечению. Так вот, когда мы и в какой момент должны, собственно говоря, это применить? Вроде существуют такие таблицы, которые дают возможность выбора последовательности применения, но они всегда упираются в то, что какие-то всё равно возникают частности. К сожалению, зачастую мы с вами работаем по одному и тому же принципу, абсолютно применяя его при всех локализациях, которые существуют при плоскоклеточном раке головы и шеи. Это и полость рта, это и гортань, это синоназальные синусы, всё равно будет работа по одному и принципу. То есть, два курса химиотерапии по схеме ПФ, дальше лучевая терапия до 40 градусов с оценкой эффекта, возможно, перерывом 2-3 недели. Почему? Потому что многие диспансеры работают на старом достаточно лучевых аппаратах. Быстро развиваются лучевые реакции, трудноконтролируемые, поэтому нужно прерываться после 4 недель облучения, прерывать, оценивать эффект и дальше решать вопрос. Либо больной оперируется, либо больной облучается. Насколько эту схему на сегодняшний день можно применять, но главное, чтобы она не превращалась в данную очередь к пациенту в виде различных специалистов, которые, в общем-то, далеко не с благими намерениями подходят в итоге, получается, к пациенту. Должно быть следующее. Конечно, должна быть создана бригада специалистов. Это хирург, кардиолог и химиотерапевт, которые должны, собственно, составить какую-то красивую картинку, которую они лечат пациент. Но вот к возможностям и перспективам иногда химиолучевого лечения мы можем посмотреть с вами интервью доктора Чепехи, 2014 год. Это специалист Мичиганского университета. Он дал такое интересное интервью в 2014 году с сайтом Медскейп и сказал, что, собственно говоря, единственной альтернативой лечения на сегодняшний день для больных с опухолями полости рта является хирургическое вмешательство. То есть единственный шанс для вас, как пациента, выжить и прийти на выпускной вечер для своих детей, это, естественно, прооперироваться и перетерпеть функциональные последствия этих операций. На основе чего он дал, собственно говоря, данное заключение? На основе исследования, которое было опубликовано тем же Мичиганским институтом, о том, что у них в группе индукционной химиотерапии, с последующей лучевой терапией, с последующей возможной операцией в случае неуспеха этой индукционной химиотерапии, и по сравнению с исторической группой оперирований на первом этапе с последующей лучевой терапией, при анализе результатов выяснилось, что общая выживаемость пациентов химио-лучевого лечения, попытки сохранить орган в полости рта, общая выживаемость составила 32%. В группе стандартного лечения, оперирования на первом этапе с последующей лучевой или химио-лучевой терапией 65%. Это, собственно говоря, привело к тому, что на сегодняшний день вот ту схему, которую я вам привел до этого, естественно, становится понятно, что она неприменима для пациентов с опухолями полости рта. Другая ситуация у нас происходит при лечении рака ротоглотки. Первая и вторая стадии, да, действительно, применение одного вида лечения эффективно, предпочтительно. На сегодняшний день это не только лучевая терапия. У нас в руках прекрасные возможности использования перспективы трансоральных лазерных резекций, в том числе и с применением робота-довинчи, о котором мы сегодня говорили, только применительно к щитовидной железе. Ну и, естественно, третья-четвертая стадия, 80% больных все равно придут в этих стадиях развития, необходимо химио-лучевое лечение. Да, на сегодняшний день, чем более цивилизованная страна, тем выше у них количество пациентов раком ротоглотки, ассоциированным с вирусом папиллома человека, а именно с 16-м подтипом. Это, в общем-то, ситуация достаточно уже на сегодняшний день не оспариваемой никем. Вы видите, в Северной Америке больше 50% заболевших имеют связь с вирусом папиллома человека, рак ротоглотки. В Японии 52%, в Восточной Европе 38%. В России эта ситуация тоже где-то приближается на самом деле к 40%, а в крупных городах, в частности в Москве, мы можем видеть, что половина у нас пациентов будет теоретически HPV-ассоциированной. Конечно, у участия этих пациентов есть одна особенность. Вы видите, это исследование Маршала Познера, небольшой анализ пациентов, 100% HPV-ассоциированных и HPV-неассоциированных с раком ротоглотки. Пятилетняя выживаемость различий практически в два раза. 82% общей выживаемости пятилетней при HPV-ассоциированных опухолях и 35% при HPV-неассоциированных. При этом есть данные Шутерверди 2011 года, который говорит, что вот это различие и вот эту практически 90% в пятилетнюю выживаемость можно достичь только для пациентов, леченных именно с применением лучевого метода для рака ротоглотки, чем для других методов лечения. Понятно, что таким образом немножко подтверждается тезис о том, что для рака ротоглотки, для запущенных стадий, именно химио-лучевой метод лечения является более предпочтительным. С заболеванием гортани и гортаноглотки. Объединяя эти две, в общем-то, несколько, конечно, отличающиеся между собой локализации, но очень близкие, потому что всегда речь идет о сохранении органа, а именно гортани. Первая и вторая стадии. Понятно, применение одного вида лечения эффективно, предпочтительно. Либо мы выбираем лучевую терапию, либо органосохраняющую операцию в виде резекции, либо лазерную трансоральную резекцию, которых мы сегодня тоже обсуждали. Третья и четвертая стадии. Необходимо либо комбинированное лечение, ларингоктомия с последующей лучевой терапией. Да, калечащая операция, но данная тактика лечения на сегодняшний день дает наивысшие показатели пятилетней выживаемости. Но при этом у нас есть цель – сохранить гортань. Поэтому, если мы приняли решение на консилиуме сохранить гортань, возможно применение протокола химио-лучевого лечения с попыткой действительно ее сохранить. Какие на сегодняшний день существуют препараты для лечения плоскоклеточного рака головы шеи? Мы помним всегда 80-е годы, цисплотин с 5-туроцилом, знаменитая схема ПФ. Как ни странно, за все эти годы и появление новых препаратов, эффективность ее, в общем-то, никто не перебрал. Кроме 90-х годов, когда появились токсаны, а именно добавление препарата доцитоксел, нам стало понятно, что это более эффективный препарат. И 2000-е годы нам подарили на сегодняшний день новый препарат, таргетная терапия – это цитоксимаб. К сожалению, на сегодняшний день из таргетных препаратов мы ничего больше посоветовать для пациентов не можем. Но будем надеяться, что в ближайшие годы это все изменит на самом деле. Какие варианты химио-лучевой терапии на сегодняшний день существуют при местно распространенных опухолевых процессах? Индукционная химиотерапия с последующей оценкой эффекта и проведением либо лучевой терапии, либо хирургии. Одновременное химио-лучевое лечение, или так называемое английское слово concurrent, конкурентное. Или последовательное лечение, проведение индукционной химиотерапии с последующей оценкой эффекта и выбором возможности либо одновременного химио-лучевого лечения, либо хирургического вмешательства. Мы достаточно далеко ушли, пожалуй, с 1982 года, когда Деккер опубликовал эти данные. О том, что применение схемы ПФ при местно распространенных опухолевых заболеваниях плоскоклеточного рака головой шеи дает крайне высокое количество полных регрессий. Естественно, встал вопрос, и он на сегодняшний день до сих пор задается, а что же нам делать с этими регрессиями, и что они дают в дальнейшем для пациента. Обратите внимание, крупные рандомизированные исследования за все эти годы, использование стандартных схем ПФ, карбоплатин с 5-фтурацилом, 4-компонентная схема, цесплатин, 5-фтурацил, блеомицин с метатриксатом. К сожалению, в этих исследованиях во всех было доказано, что проведение индукционной химиотерапии перед проведением самостоятельной лучевой терапии не давало пациентам ни прибавку в общей выживаемости, ни прибавку к локорегионарному контролю. Но все равно индукционная химиотерапия сохраняется. Для чего же она нам, собственно, нужна? Вы видите, это самое главное, это возможность отбора пациентов для органосохраняющего лечения. Вот метаанализ МАХНСИ, пиньона. В последней у вас, вы видите, колонке. Крупный метаанализ, 87 исследований было включено. Вы видите, что адювантная химиотерапия дает 1% прибавки пятилетней выживаемости, индукционная 2%, а конкурентное лечение, о котором мы сегодня спрашивали, дает 8%. Наивысший результат. Что дало возможность нам сказать, что на сегодняшний день одновременная химиолочевая терапия является стандартом лечения для местно распространенного плоскоклеточного рака головы шеи. Но при этом, вы видите, мы достигли 8% пятилетних выживаемости, увеличение локорегионарного контроля незначительное, при этом мы получили практически вдвое повышение ранней токсичности. С чем это связано, нам понятно. Мы даем и лучевую терапию, и химиотерапию, складываем это все, получаем новые побочные эффекты, новые осложнения. При этом, вы видите анализ Арджириса, 2004 год, 15% смертности в процессе, связанных с лечением. Вы можете тихо сказать своему пациенту, да, мы будем лечить эффективными методами, новыми схемами химиотерапии, но у вас есть 10% шансов просто помереть в процессе лечения. Естественно, встает вопрос безопасности соединений платины, которые мы используем, а основной их проблемой это нефротоксичность. Соблюдение схемы послеоперационной, в частности химиотерапии, да, мы применяем одновременную химиотерапию, но вы видите, что только 50% больных мы выполним лечение в той программе. И на сегодняшний день у вас складывается зачастую ситуация, что на каком-то этапе лечения, да, вы растягиваете там на 2 месяца лечения пациенту, химиотерапию, лучевая терапия, добавка химиотерапии, но в каком-то этапе вам придется отказаться от химиотерапии для этого пациента. Что же нам делать? Плюс еще ко всему, вы видите, что увеличение сроков продолжительности лучевой терапии, а именно добавление перерывов в нее, снижает сразу же выживаемость пациентов. Какие на сегодняшний день перспективы? Ну, это старое исследование 2006 года, Боннера, о том, что можно добавить цитуксимаб лучевой терапии. Исследование крупное, рандомизированное, на самом деле. Вы видите, в части пациентов проводилась лучевая терапия, в части конкурентная лучевая терапия. И мы получили высокие показатели локорегионарного контроля и увеличение на 10% пятилетней выживаемости. Что, естественно, нам на сегодняшний день говорит о том, что мы получили в руки инструмент с вами, дающий ту же самую эффективность, что и препараты платины при проведении одновременного химиолочевого лечения. Естественно, встает вопрос, а можно ли цитуксимаб добавить к тем схемам, которыми применяли ранее? И будет ли от этого эффект? И можно ли просто все сложить в кучу и, наверное, получить совершенно феерические 100% выживаемости? Потому что там вроде таргетная препарата, здесь это токсическая стандартная терапия. Вот вы видите исследование РТОК-0522, третьей фазы. Исследование, уже опубликованное в 2011 году, предполагало лечение либо одновременной химиолочевой терапии, либо одновременной химиолочевой терапии с эсплатином и добавлением цитуксимаба. К сожалению, что произошло? Не улучшились показатели невыживаемости ни локорегионарного контроля. Последовательное лечение на сегодняшний день. Добавление токсанов в схему ПФ. Одна из перспективных направлений, которые... Вы видите вот это исследование ТАКС-324, которое положило начало исследованием в группе последовательного химиолочевого лечения. То есть применение индукционной химиотерапии по схеме ТПФ с последующим одновременным химиолочевым лечением с введением карбопалатина в процессе лучевой терапии. Выяснилось, что добавление десотокселов в индукционную химиотерапию дает прибавление как к локорегионарному контролю, как к общей выживаемости и снижает токсичность схемы индукционной химиотерапии. Это известное исследование Маршала Познера, опубликованное достаточно давно, которое положило эти результаты. Вот вы видите, в течение 5 лет 52% больных живы в группах ТПФ и 42% в группах ПФ. Опять встал вопрос, если сложить высокую эффективность индукционной химиотерапии по схеме ТПФ плюс добавить одновременное химиолочевое лечение, засунуть в эту схему цитоксимаб, насколько произойдет повышение эффективности и будет ли от этого результат? Вот вы видите эффективность применения децитокселов в схемах индукционной химиотерапии. Сохранение гортани в группе ТПФ 74% против 58% в группе ПФ. Исследование опубликовано в 2015 году, сейчас на АСКО, которое сказало о том, что да, действительно, если мы применяем индукционную химиотерапию, то это должна быть химиотерапия по схеме ТПФ. От старой схемы ПФ мы, в принципе, можем на сегодняшний день отказаться. Нам для этого достаточно проведения только одновременного химиолочевого лечения. Вот вы видите исследование, опубликованное в Германии, правда, это был статистический метаанализ, исследование, опубликованное в прошлом году на АСКО тоже, проведение индукционной химиотерапии по схеме ТПФ не привело к увеличению общей выживаемости. Вот исследование парадигма, опубликованное в 2013 году, крупное исследование третьей фазы, 145 пациентов. Сравнение тоже, три курса исследования по схеме ТПФ с последующей одновременной химиолочевой терапией и просто конкурентной химиолочевая терапия. К чему это пришло? Посмотрите. Общая выживаемость в обеих группах была абсолютно одинаковая. Локорегионарный контроль был абсолютно одинаковым. Эти два анализа и одно исследование парадигм говорит о том, что применять на сегодняшний день индукционную химиотерапию надо достаточно с большой осторожностью и только с целью отбора все-таки пациентов для предстоящего химиолочевого лечения. Теперь еще одно исследование, чтобы уже окончательно запутать вас, и которое на самом деле сильно путает всех остальных исследователей. Все сторонники индукционной химиотерапии на сегодняшний день говорят о том, что есть исследование ГИ, опубликованное в 2014 году, также на АСКО. Сложный анализ. Четыре группы пациентов. Две группы пациентов с индукционной химиотерапией по схеме ТПФ с последующей одновременной химиолочевой терапией и две группы с одновременной химиолочевой терапией. В одной из ситуаций применялся в качестве радиомодификатора цисплатин, в другой группе цитоксимаб. Что, собственно говоря, получили? Вот вы видите эти четыре группы. А получили очень интересную вещь. Количество полных регрессий в индукционной химиотерапии высокое по сравнению с группой одновременного химиолочевого лечения и высокая медианная выживаемость, статистически достоверная в группе применения индукционной химиотерапии. На самом деле, к сожалению, вот это исследование завело нас в то, что у нас на сегодняшний день получился раздрай. На сегодняшний день на крупных форумах выступают двое противников. Одни говорят о том, что надо проводить только одновременное химиолочевое лечение. Другие говорят о том, что надо применять обязательно индукционную химиотерапию, а именно по схеме ТПФ. К сожалению, спор этот не окончен. Я думаю, что следующие исследования будут нам показывать новые результаты. Еще я хотел бы рассказать об исследовании Тремплин. Это исследование для пациентов только с заболеванием гортани и гортаноглотки. В отличие от всех остальных исследований, где сваливаются все локализации в одну кучу. Вы видите, что проводилось три цикла по схеме DCF или ТПФ. Затем пациенты с высоким количеством частичных регрессий проводилась либо одновременная химиолочевая терапия с использованием цисплотина, либо лучевая терапия с сатоксимабом. Исследование 2011 года. В обоих группах нет отличий. Ни в локорегионарном контроле, ни в выживаемости. Так вот, сложение всех существующих видов препаратов и методик не дает повышения эффективности. Мы не можем все свалить в кучу. И доцитоксил, и цитоксимаб, и цисплотин. Мы должны ранжировать пациентов по степени риска применения этих препаратов. И нашим целям, которые мы используем для лечения этих пациентов. Поэтому на сегодняшний день арсеналом современного химиолочевого лечения является в первую очередь конкурентная химиолочевая терапия с применением цисплотина. Возможно, замена его в качестве радиомодификатора на карбоплотин или равноправно на цитоксимаб, что еще раз подтверждают все исследования, которые я продемонстрировал. Либо мы применяем последовательную химиолочевую терапию, 2-3 курса по схеме DCF, с последующей конкурентной лучевой терапией, либо с карбоплотином, либо с сотоксимабом. Мы имеем на самом деле перед вами сегодня большие возможности. У вас есть пациент, который старше 70 лет. Заболевание ротоглотки, 4 стадия. Массивный метастатический процесс на шее, большой процесс в ротоглотке. Пациент после двух инфарктов и одного инсульта. Естественно, у вас даже мысли не возникнет о том, чтобы применить ему стандартную химиотерапию. У вас есть возможность применять таргетную терапию цитоксимаб. Потому что мы не можем всех пациентов обеспечить данным препаратом. Другое дело, у нас есть молодые пациенты с заболеванием, возможно, связанной с HPV-ассоциированными опухолями, в котором можно применять ту же самую схему ТПФ на полную выкладку 2-3 курса. И в том числе, если пациент плохо переносится с плотин, вы видите, у вас повышается креатинин, вы можете заменить тот же самый карбоплотин в дальнейшем на цитоксимаб. Вот возможности для маневра, которые нам дает современная химиотерапия. Спасибо за внимание. Коллеги, кто хотел бы обратиться с вопросом к Илье Станиславовичу? Один вопрос, давайте. Скажите, а если вы вдруг, то я тоже принимал, то вы имеете в виду какие-то исследования? Конечно. Но, как ни странно, они все говорят о, в общем-то, практически одинаковой эффективности этого. Глобального смысла нет. На самом деле исследований очень много, мы, если будем, начнем анализировать их. Но, на самом деле, вот то, что я вам показал, это, в общем-то, квинтэнсенция препаратов, которые на сегодняшний день есть. Потому что все остальные комбинации, которые мы видим, описываемые в литературе, вот, например, Чикагский университет, там, профессор Вакес, он очень любит подключать децитоксил с 5-фтуроцилом в процесс химиолучевого конкурентного лечения. Многие исследователи в мире, это просто горячие противники, потому что слишком уж масло масляное, там, слишком большой аппарат. Спасибо.